Вот первое Гришина письмо из СИЗО. Мама, любимая моя мама, я так рад получить от тебя весточку. Очень благодарен тебе, что ты мысленно со мной и поддерживаешь Иру и свою внучку. Я вспоминал твою историю про отца, как он сделал тебе наказ перед уходом, чтобы все дети получили образование. И вот сейчас у меня от твоего сына тоже есть наказ. Дождись меня, слышишь? Обязательно дождись. Береги свое здоровье, нервы. Я очень хочу поиграть для тебя на кларнете, увидеть тебя со сцены, увидеть твой взгляд. Посидеть с тобой в пабе и пооткровенничать по душам. Мне всегда нравились наши с тобой встречи. Ты недавно снилась мне, будто ты на кухне дома сидишь, а я, Саша, Миша сзади что-то собираем. И чувство внутри было очень спокойное, похоже, как в детстве. Очень приятное чувство. Заранее прошу прощения за ошибки. Так и не смог я совладать с русским языком. Зато благодаря тебе освоил музыкальный язык. Я бесконечно тебе благодарен за это. Ты вырастила меня чувствующим человеком. И честно скажу, что рад был быть тем, кем являюсь. Я горжусь тобой и очень люблю тебя. Очень жаль, что так редко говорю тебе об этом. Вот уж не думал, что буду писать тебе из тюрьмы. Передавай от меня слова благодарности всем, кто поддерживает, кто находится рядом в этой непростой для нашей семьи ситуации. Обнимай от меня всех. И передавай, что по возможности я всем напишу. Еще раз прошу тебя следить за своим здоровьем. И говорю тебе, что твой сын ничего плохого не думал и не делал. Поэтому ты смело можешь смотреть людям в глаза. Я очень скучаю по тебе и очень люблю. Мы обязательно обнимемся. Твой сын Гриша. Твой сын Гриша. Ты дорогой не говорила мне 애ua. А как ты сказал мне прямо в глаза? Что я был целиком, если не rappelle. Это невозможно. Как так брать им нового человека, просто сказать? Потому что там, не знаю, это как-то денег. А вpezающие акции. Конечно, конечно, это невозможно. Потому что я душу в конце, как и сушество, ГОВОРИТ ПО-ВИТАЛЬЯНИЕ Первое впечатление, которое на меня произвел Гриша, это то, что человек абсолютно не имеет никакого отношения ни к политике, ни к той среде, ни к той обстановке, в которой он оказался. Даже сокамерники после общения с ним высказали ему, что он вообще не похож на человека, который имеет за спиной какое-то криминальное прошлое или причастен к чему-то, связанному с криминалом. Что он совсем человек далекий от этой среды. Безусловно, я ему задавала вопрос о 9 мая, о его отношении к этому празднику и имеет ли он отношение к тем событиям, которые ему вменяют. И для него 9 мая – это прежде всего память о тех людях, которые пережили эти события, которые погибли в этой страшной войне. Этот человек сейчас находится в тюрьме за то, что он хотел помешать этому празднику. Это просто абсурд. И находится в СИЗО за акцию, которую он не совершал. Его просто топят Гришу или пытаются склонить его к каким-то фальшивым признаниям. И он, к счастью, не гнется. И я думаю, что и не согнется. Я просто уверена в этом, потому что я уверена в своем сыне. По какой причине его поместили, он узнал только, когда ему об этом объявили в полиции. Потому что если бы у него были хотя бы хоть какие-то смутные опасения, что ему что-то угрожает, он бы скрылся. Он бы искал способы, чтобы избежать ответственности, чтобы как-то спасти свою, уберечь свою семью. Он не делал ничего по той простой причине, что у него и в мыслях не было, что он совершает что-то противоправное, за что он может оказаться в тюрьме. То есть у него вообще таких не было мыслей. Я просто читала первый материал, который касается избрания и меры пресечения. Это же вообще нонсенс. Это же вообще нонсенс. Прокурор против, доказательств нет. Судья говорит, нет, отложим на 72 часа, следователю предоставим возможность, чтобы он представил документы. Следователь через 72 часа приносит две бумажки. Одна бумажка, которая касается о том, что он принял дело к производству, а другая бумажка касается о том, что служена на следственной группе. Все, доказательств никаких нет. У него статус подозреваемого. Он ничего не сделал. Вменяет только приготовление. Где общественная опасность? Кому? Чем он угрожал? Его закрывают. В одном из писем из высокой инстанции мне было написано, что 26 апреля номер дела такой длинный, было заведено уголовное дело. Получается, что на моего сына уголовное дело было заведено 26 апреля, когда он мирно работал в музее Андрея Рублева. Я так понимаю, что уголовное дело заведено и на акциониста, фотографа Даниилу Ткаченко. Получается, что человек готовил акцию, покупал какие-то эти, как они называют, шашки. Все время забываю это слово. Последний раз слово шашки мне в прокуратуре напомнили. Шашки. Я говорю, да-да-да, дымовые шашки. Он готовился к этой акции. Тогда объясните мне, ответьте мне на один вопрос, на который мне никто не ответил. И я думаю, не ответит. Как Данила Ткаченко 5 мая отправляет свою девушку за рубеж, а 7 мая отправляется сам? Меня зовут Данила Ткаченко. Я думаю, что перед моим отъездом из России за мной не было слежки, так как меня просто не выпустили бы из страны. С Григорием у меня не было совместных проектов, и мы редко виделись. Я думаю, что сегодня в России на его месте мог бы оказаться любой человек. Но они выбрали самого уязвимого отца семьи. И Саша прямо очень сильно переживал вначале, где папа, постоянно спрашивал каждый день, каждая ночь, она ложилась, я соскучилась, я устала ждать. Это его, ее постоянно слова были перед сном. Сейчас нет уже, я соскучилась. Мне кажется, есть какой-то мифический уже образ папы. То есть, она может иногда вспомнить такие вещи, которые папа как будто вчера это делал. Или завтра он придет. Ну то есть, у нее папа какой-то уже такой, ненастоящий что ли. Нереальный папа, который к нее придет и уложит ее спать. Сама напишешь? Вот так, это письмо такое, да? Нет, это папа Гриша. Папа Гриша. Я написала. Ты написала. Собаку может победить. Собаку может победить, Лев, да? Маленькую. Маленькую? И большую. И большую. Кто может победить? Лев. Лев. Всех злых победит, да? Мне очень жаль то, что Григорий Мумриков попал в эту ужасную ситуацию. Если бы это было в моих силах, я обязательно это предотвратил бы. Я желаю мужества и сил ему и его семье. Я уверен, что справедливость скоро восторжествует. Что будет с домом? Дом, понятное дело, что в основном был построен на кредитные деньги. И, к сожалению, Гриша у нас единственный, кто приносил дом, деньги, в том числе и на кредиты, которые мы должны оплачивать. Поэтому я буду вынуждена его сдать. Несмотря на то, что это наше единственное жилье. И дом устроили для себя и не планировали его сдавать. Но придется, к сожалению, придется. Когда-нибудь, может быть, мы сможем здесь еще раз пожить. И мы будем здесь жить. И что будет? Мы тоже будем жить. Мы тоже будем жить на радуге? Да. Ну, может быть, когда-нибудь и будем жить. И папа будет. И папа будет. Наконец-то мы увиделись. Ну, в принципе, время прилетело как будто 10 минут. Хотя мы были сегодня, как сказали, тут уже старожилы. Сегодня, относительно долго, час 45, обычно полтора. Вот. Но время быстро. Больше про дела говорили. Только под конец успела немножко рассказать про Смешу. Ну, как вам, совсем плохо? Ну, нет, он мальчиком стал, худеньким. Это в последнее время, к 40 годам приближаешься уже, гормоны какие-нибудь там, мало спорта. Сейчас, наверное, такой, какой я его, таким, каким я встретила. Я думала, хуже. Ну, глаза, конечно, да. Я вижу, что на него, мне кажется, один глаз плохо реагирует. Я даже не успела спросить. И капли, которые я вчера передала, ему еще не пришли. Вот. Просто все-таки попроще литературу, потому что, когда он приходит, ему сейчас тяжело такое читать. Хочется что-нибудь такое отвлекающее, наверное, в поседневности, которое у него там есть сейчас. Я отменил все свои художественные проекты, связанные с государственными структурами Российской Федерации. Но я собираюсь продолжить заниматься творчеством и показывать свое искусство, так как считаю это важным инструментом для информирования о том, что происходит в России. С днем рождения тебя! С днем рождения, Папа Гриша! С днем рождения тебя! Продолжение следует...